Я вообще не знаю, кто эти люди подготовлены. Джейсон Экклс? Ну, это Диль Винчестер. Ну, это, короче... Это Диль Винчестер. Это солдатик, который в пацанах. Сейчас мы с вами вдруг внезапно обратились к сериалу, который вышел еще в 2019 году. Это год, когда мы еще не знали слово ковид. Пацаны, которые вышли в первой сезонах, вышел еще в 2019 году. И тогда нас еще можно было удивить. И нас действительно удивили. В 2019 году этот сериал стал определенного рода событием. Почему я говорю так определенного рода? Потому что я не уверена, хорошим или плохим на самом деле. Ну, как бы он, скажем так, немножко порвал каноны жанра. Есть же там всякие фильмы категории CD и так далее. Всякие фанфики и прочие вот эти супергеройские истории, где можно было себе представить какие-нибудь порнографические сюжеты, связанные с вот этими известными супергеройскими персонажами. А тут как бы все это явили нам и в категории не B, C, D, E, F, G, а прям в категории A. То есть это типа премиум класса, извините, телекартина. Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Попоняли, не в нашем. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секс. А большинство героев в жизни не самые приятные люди. Но это они как-то мягко сказали, не самые приятные люди. Противостоит им отряд бравых ребят. Неофициально известны как пацаны. Создатели сериала «Пацаны» пошли просто куда-то вот какие-то неимоверные дали, потому что они, в общем, вскрыли даже то, чего знать мы не хотели. Мы говорили, не надо нам это показывать, а они все показали. В прямом смысле, так сказать, вывернули этих героев наизнанку. Мне этот натурализм не близок. Он мне кажется избыточным. И понятно, что это отчасти гротеск. Короче говоря, я не люблю просто кровь. Я брезгливая. Поэтому мне тяжело смотреть. И вот этот момент, когда ты думаешь, а сейчас-то что, это же все неожиданно еще происходит. Что сейчас на тебя выльется с экрана. Что именно, что это будет за жидкостью. Это очень всегда, ну, прям нервно было. Так, короче, ладно, делай каминг-каут. Вообще, я люблю супергеройское кино. Да, мне оно нравится. Роберт Дауни, младшая бояшка. Потом есть «Стражи галактики» очень смешные. Потом есть, в конце концов, эти марвеловские, вот эти сага, как говорится, «Марвел-сага». Да, где «Бесконечный». А, ну вот видите, мне нравится «Марвел». Потом нет, мне нравится «Бэтмен», на самом деле. Ну, старый «Бэтмен». Нолана. Нет, Нолана мне нет. Это не старый, ребят. Ну, сколько старый? Там просто уровень старых. Вообще ничего про старых не знаете. Ну, кстати говоря, «Бэтмен», который с Паттисоном, он ужасный. Я вспомнила, это было невыносимо. Просто я уснула раза четыре. И каждый раз мне приходилось перематывать, что там, типа, случилось в голове, что произошло. Ну, дятина редкостная. То есть, на самом деле, фильм-то провальный с точки зрения сценария и режиссуры. Паттисон-то не виноват, он просто ходил в маске. Ну, просто мужик походил в эти кожаные маски, поиграл немножко вот в эти свои какие-нибудь, не знаю, фантазии. Дэдпул, вот. Еще Дэдпул у нас был, извините, пожалуйста. С совершенно блестящим этим Райаном Рейнольдсом. Он же Райан? Рейнольдсом. Если мы говорим про Дэдпула, да, то это прям реально действительно такая, по сравнению с обычной геройской историей, именно американской, постмодернистская более история, чем те же самые пацаны. Вот, ну правда. Это же по сути, что такое американский миф, да? Это прекрасная американская культура, которая как бы вот зародилась-то совсем, так сказать, ну, недавно. Она же не имеет как бы собственной мифологии, это же все сборная солянка. И вот они, пожалуйста, вот у них есть эти супергерои, это как наши там Иван Дурак, значит, Алеша Попович и компания, да? Вот. А вот у них это Капитан Америка, Бэтмен и кто там еще? Ну, и же с ними. Всегда хотелось заглянуть под этот костюмчик, да? Что же за ним под этим костюмчиком? Кому хотелось? Если это Генри Кавилл, то да. Почему я, начав смотреть, не являясь, скажем так, ну, прям вот тотально целевой аудиторией этого сериала, почему я продолжила это делать? Потому что, конечно же, из-за фигуры главного злодея, вот. Главного нашего антагониста, которым является тот самый, там, кто он, не Капитан Америки? Хоумлендер, да, Хоумлендер, человек родина, патриот, вот, патриот, да, слушайте, это Хоумлендер, это же патриот, действительно, что это мы изобретаем, это английский язык, да? Ну, короче, он патриот, да, он патриот, и, в общем, это, конечно, ну, просто там совершенно блестящее совпадение артиста, да, и, собственно, ну, вот этой вот, он делает ее так, что не оторваться. Я, честно говоря, таких злодеев не помню уже, когда видела на экране, потому что он в своем злодействе, ну, великолепен настолько, что ты такой, типа, браво, и вот он там всех мочит без конца, а ты такой, браво, Ну, потому что, ну, в общем, по большому счету, за ним-то только интересно наблюдать, скажу вам честно, вот, потому что у него еще внутренняя линия, да, вот этих вот детских травм, да, которая, казалось бы, ну, такая банальная банальщина, да, но он настолько одиозно ее делает, эту линию, да, со всеми вот этими своими, он же при этом достаточно обаятельный артист сам по себе, При этом злодейская вот эта вот сущность, она прорисовывается в любых его самых приветственных действиях, да, которые в итоге, как всегда, оборачиваются чем-то жутким, да, и не поправимым, чаще всего убийством, да, чаще всего массовым, вот, Как-то, ну, не оторваться, это, конечно, он раздражает, но при этом оторваться все равно невозможно, то есть он в своем злодействии, понимаешь, грандиозен, То есть это, это, это зло, которое кайфует от того, что оно зло и хочет стать еще злее, да, и при этом, в общем, Барит, ну, послушайте, ну, почему обижаетесь на то, что я злой и хочу быть злом, это нормально, вот, он же сам играет в этот внутренний конфликт, и это, то есть получается так, что мы видим с вами, как бы, как он разыгрывает эту драму, И как он искусно это делает, да, при этом, как бы, оценивая сам то, что он делает, и от этого рождается вот такой, не знаю, тройной драматический конфликт внутри, но мы же с вами тоже внутренней драматургией занимаемся, да, и вот он тоже это делает, то есть он как бы, он как будто бы все время оценивает, а как он сыграл эту роль, а как он сыграл вот здесь эту роль, а вот эту роль, а при этом есть еще его собственный внутренний конфликт, да, и, собственно, та роль, которую он играет вообще, и еще та самая роль которую в общем не хочет играть есть еще эта роль которая не хочет играть еще такой прям сложный многоэкранный персонаж злодейского типа до между прочим рейтинг кинокритиков россии 100 процентно положительный пацаны вообще ребята да жги патриот я ничего не понял а вот какими они могли бы быть в реальности очередной супер геройской шоу не похожие ни на что нереальные пацаны герои которых мы заслужили вопросительный знак большая сила большая ответственность которой никто не хочет брать на себя великий сериал ребят показалось еще отличное название показалось отражение реальности лучший став мета-модернизма сделать смерть дельфина смешной ироничной сценкой это надо уметь пацаны ваши это все на самом деле древнегреческая мифология как хотите ребятки причем она и по степени натурализма тоже полностью совпадает со всей эстетикой греческих мифов да и легенд у нас с вами вот все все письм пантеоны богов до древнего греческого мира это все ребята которые в общем примерно тем же самым чем занимаются супергерои в пацанах ну вот этим они страдают и кто он он новый ты новых я нет дружок постоянные значит братоубийство друг друга убийство вообще это прямо зевс зевс на секундочку вот вам пожалуйста вот вам этот патриот да которые ну я типа я зевс вот и ему он мочит всех без разбору и страха и упрека и вообще ему в общем интересен только он сам вот там вот эти вот прометеи который не правда да гераклы пожалуйста вот он геракл да но никакого набья я здесь не вижу даже причем не в том смысле что это даже это даже не переосмысление вот чем вся штука в ценах понимаете не переосмысление это социально сатирическое осмеяние да и использование этого имя чего во имя такого увлекательного до закрученного сюжета потому что он там безусловно есть они там одну историю нанизывают на другую как это и сделано в мифах и легендах древней греции друзья потому что это насколько вот я помню это была моя самая любимая книжка потому что такого увлекательного просто ну приключенческого трэша то есть такой ё-моё а этот был ее братом а это было ее матерью их съели или они друг другу вообще-то то вы спор как а дичь просто это же не вас как они жили то в общем друзья читайте мифы и легенды древней греции очень вам рекомендуем прекрасно совершенно замечательно есть издание вот классические да и адаптированные тоже можно все равно пригодятся вам очень по жизни я считаю что тема пацанов на сегодня по крайней мере это же еще не финал нас еще ждут какие-то невероятные приключения но на сегодня мы с ними закончили исчерпаны